Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапочи, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, Поздравляю вас с Днём Победы, праздником, величие которого определил сам народ, своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром на свете. Триумфальная победа от этой страшной тоталитарной силы навеки останется в истории человечества, вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых мер, что война внесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих страны. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую кровавую войну, поработить, поставить на структу своим смертоносным целям почти все европейские страны. На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары, но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял на свете, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное. Развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны. Погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю. Закрушил нацизм, положил конец его сверсту. И мы никогда не забудем, что свободы Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды. Творцами этой великой победы были маршалы и рядовые, ополченцы и дружники тыла, партизаны и подпольщики. Старики и дети, люди разных национальностей, профессий. Все они с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания Второй мировой войны. Без сна и отдыха работали на заводах и в госпиталях. Горели в танках, мерзли в окопу, тонули на переправах. Прикрывали собой фронтовых друзей. Бросались в атаку и понимали, что этот бой может быть для них последним. Погибали, так и не узнав о подете, но сделали для нее все, что могли. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех университетов. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов и прадедов, Мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, праздник 9 мая мы отмечаем по всей нашей огромной стране в каждой семье. Ни одну из них не обошла война. И прежде всего мы отмечаем, мы отмечаем честную ветерану. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Их произносят наши сердца, наполненные уважением и благодарностью. Мы чувствуем кровное, праздительное родство с поколением героев и победителей. И обращаясь к ним, скажу, вам никогда не будет стыдно за нас. Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа. Такие войны, солдаты и офицеры, есть сегодня и здесь, в парадных расчетах на Красной площади Москвы. Страна гордится вами. Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты победы. И укреплять траницы патриотизма, преданного служения Адинскому. Сроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными. И вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию. Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал. Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества. Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны, как противные самой сути жизни и природе человека. Дорогие друзья, чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем выше наша ответственность перед будущими поколениями. Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете. Передать суровую, героическую правду о памяти об Отечественной войне. Дух и смысл Великой Победы. Чтобы наши потомки так же сильно любили Россию, а в памяти народной навеки осталось поколение, которое самоотверженно сражалось за Родину и с честью отстояло ее свободу и независимость. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! 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 Боже, царя храни, сильный державный, Царствуй во славу, во славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь православный, Боже, царя, царя храни! Боже, царя храни славному долгие дни, Дай на земли! Дай на земли! Дай на земли! Гордых смирителю, Славых хранителю, Все к утешителю, Славных спошли! Перводержавную, Русь православную, Боже, царя, Царя храни! Царство есть стройное, Силе спокойное, Все ж недостойное, Прочь отжени! О, провидение! Благословение! Нам низко шли! Нам низко шли! К благостремление, Счастье смирение, Скорбь и терпенье, Скорбь и терпенье, Дай на земли! Скорбь и терпенье, Дай на земли! Дай на земли! Скорбь и терпенье! Скорбь и терпенье! Силье попали! Иде на земли! Скорбь и терпенье, Субтитры создавал DimaTorzok Белая армия, черный фарон Снова готовят нам царский трон Но от тайки до британских морей Красная армия всех сильней Так уж и красная сжимает власть на Вместе в посоле отбой Ведь все должны быть неудержима Вместе в последний смертный бой Так уж и красная сжимает власть на Вместе в посоле отбой Ведь все должны быть неудержима Вместе в последний смертный бой Красная армия поджимает власть на Вбой! И все должны быть неудержимо Вести последний смертный бой Как пушик разная сжимает власть на С мощных мозолей И все должны быть неудержимо Вести последний смертный бой Мы разжигаем пожар мировой Банки и тюрьмы сравняем с землей Ведь от тайги до британских морей Красная армия всех сильней Как пушик разная сжимает власть на С мощных мозолей Стой рукой И все должны быть неудержимо Вести последний смертный бой Как пушик разная сжимает власть на С мощных мозолей Стой рукой И все должны быть неудержимо Вести последний смертный бой И все должны быть неудержимо Вести последний смертный бой Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И все горит Горит заря над Смольным Это знамя С нами на веках Салп авроры Никогда не смолкнет вдаль Простерта Ленина рука Влёт на ваг, влёт на ваг, интернационала, В пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, Нету революции конца. Есть у революции начало, Нету революции конца. Миром мы несём рассвет весенний, Это невысокие слова, И в сердцах грядущих поколений Вечно революция жива. Влёт на ваг, влёт на ваг, интернационала, В пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, Нету революции конца. Есть у революции начало, Нету революции конца. Рад в тульмед, уж лучше пасть в атаке, Грозной битве с чёрной силой тюмы, Стать под наши огненные стяги, Всех, кто честен, призывай мы. Влёт на ваг, влёт на ваг, интернационала, В пламя октября в глазах бойца. Есть у революции начало, Нету революции конца. 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 Поведение в кругу. Я уже об этом много раз говорил, если есть необходимость в этой аудитории повторить. Могу повторить ещё раз. Это статья 1, часть 2. Уставы объединённых наций. Право наций на самоопределение. Всё прописано. И не просто как право на самоопределение, а как цель объединённых наций. Посмотрите внимательно на эту статью. Посмотрите, что там написано. Я не понимаю, почему люди, проживающие в Крыму, не имеют на это право, так же, как люди, проживающие, скажем, в Косово. Здесь тоже часто об этом прозвучало. Почему в одном случае белое считается белым, а в втором тоже самое белое объявляется чёрным. Ну, чушь. И мы с этим никогда не согласимся. Это первое. Второе. И это чрезвычайно важная вещь. Я хочу обратить на это... Об этом никто не говорит. Я хочу обратить на это внимание. Что произошло в том же Крыму? Во-первых, в Киеве произошёл антигосударственный переворот. Вот кто бы чего ни говорил, но это, на мой взгляд, это очевидная вещь. Вооружённый захват власти. Люди во многих регионах страны порадовались этому, не понимая, к чему это приведёт. А в некоторых регионах испугались, испугались, что к власти приходят люди крайних взглядов, националисты, правых, в том числе неонацистских, убеждений. Испугались за свою будущность, за свои семьи и соответствующим образом начали на это реагировать. В Крыму люди провели референдум. Я хочу знать, на что обратить внимание. Я хочу, чтобы вы всё-таки отфиксировали на этом своё внимание. Ведь там не просто так мы в России заявили о том, чтобы прошёл референдум. Решение о проведении референдума принял абсолютно легитимный представительный орган власти Крыма. Парламент Крыма. Избранный, кстати говоря, по украинскому закону несколько лет назад. До всяких этих тяжёлых событий. Именно этот легитимный орган объявил о проведении референдума. А потом на основе этого референдума, так же, как в Косово, принял декларацию о независимости и обратился в Российскую Федерацию с просьбой принять в состав российского государства. Вы знаете, кто бы чего ни говорил, и как бы ни старались там подковырять чего-то, это очень сложно сделать. Имея в виду и то, как было сформулировано решение суда ООН, который ясно заявил, что согласие верховной власти той или иной страны, примитивно к Косовскому прецеденту, на решение вопроса самоопределения не требуется. Вы знаете, меня очень всегда радует, и в этом случае я вспоминаю всё время то, что говорили по этому поводу древние. Помните замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мы не можем согласиться с такими сформулировками. Может быть, быку не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги. И он не собирается, я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны. Ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. И в чём заключаются проблемы современного меру устройства? Давайте мы прямо скажем об этом. Здесь же все специалисты сидят. Вот мы говорим, говорим, мы похожи на дипломатов. Что произошло в мире? Была биполярная система. Значит, Советский Союз развалился. Вот этой мощной силы в виде Советского Союза не стало. Все правила международной жизни после Второй мировой войны писались под биполярную систему. И да, Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Ну, может быть. Но ракет было. Завались. Понимаете? И были такие яркие политические деятели, как Никита Хрущёв, который сапогом там вон стучал. Ну, и все в мире, прежде всего в Штатах, в НАТО думали, да ну, нафиг этого Никиту. И же с ним. Возьмут, долбанут, ракет у них полно. Лучше относиться к ним с уважением. Советская Союз не стала. Возникла какая ситуация? И какие искушения? А можно не считаться с Россией? Она очень зависимая. Она, значит, прошла вот трансформацию в ходе развала Советского Союза. Будем делать то, что нам хочется. Вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же на самом деле и происходит. Вот здесь упоминал Доминик. И, значит, Ирак, и Ливию, и Афганистан, и до этого Югославию. Это что всё было? В рамках международного права, что ли? Чего вам сказки-то рассказывать? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться. А нам защищать свои кровные интересы, русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет. И я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем. И нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя причесать. А выстроить сбалансированную систему интересов и отношений. Давно прописанную в мире. Нужно только с уважением к этому относиться. Да, я же сказал, мы понимаем прекрасно, что мир изменился. И мы готовы к этому прислушаться и в соответствии с этим корректировать эту систему. Но полного игнорирования наших интересов мы допустить не можем и никогда не допустим. Претендуете Российную какую-то лидирующую роль? В качестве сверхдержавы нет. Нам это только нагрузка. Зачем нам это нужно? Я же сказал про тайгу. Она бескрайняя. Нам только осваивать свои территории. И времени, и сил нужны, и ресурсов много. Да не нужно нам никуда лезть, там ничем командовать. Но к нам не лезьте. И не корчите из себя вершителей судей. Всего мира. Вот и всего. И если есть в чем-то, и будет, и возможно в чем-то лидерство России. Это в отстаивании норм международного права. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.